Ваха Смотрящий за азербайджанским кланом вор в законе Бахыш Алиев, Ваха. Вахыш Мухтарович Алиев, известный в воровской среде под прозвищем Ваха, родился 4 июля 1974 года в небольшой грузинской деревушке Мамишла, расположенной в 63 километрах к юго-западу от Тбилиси. По национальности азербайджанец. Начало криминального пути Еще в начале 90-х он перебирается в Москву, где заводит полезное знакомство с чеченским криминальным лидером Казбеком Дукузовым. С этого момента, и на протяжении дальнейшей жизни, оба вора поддерживают тесную связь, оказывая всяческое содействие друг другу. Первую судимость Бахыш Алиев получает в 1997 году за попытку подделки документов. С подачи правоохранительных органов Тверской суд признает его виновным по статье 327 УК РФ и назначает один год условного срока. Однако вместо того, чтобы одуматься и стать законопослушным гражданином, Ваха выбирает другой путь. Он собирает вокруг себя банду, состоящую преимущественно из представителей Азербайджана. Постепенно, стараниями преступника, в Москве образовывается целая этническая преступная группировка, специализирующаяся на похищении людей и вымогательстве денег. Коронация вора Свою деятельность ОПГ реализовывала достаточно успешно, что позволило Вахё снискать уважение в воровской среде и получить титул вор в законе. Коронация авторитета состоялась 7 августа 2004 года ГДА. Вместе с ним из статуса рядового вора, титулованные законники тогда перешли также Сурен Тавадов, Рома Краснодарский, Георгий Гурчиани, Гиес Ван и Тимофей Копченин, Тимоха. При этом сходка воров проходила не где-нибудь, а в московских лужниках. Собрание это почтили своим присутствием многие авторитетные воры, Захарий Калашов, Шакро Курт, Мираб Джангвеладзе, Мираб Сухумский, Вахтанг Кардава, Вахо Сухумский, Юрий Пичугин, Пичуга, Джамал Никеладзе и еще несколько десятков законников. А возглавил все это действо патриарх российского воровского мира Аслан Усаян, известный под кличкой Дед Хасан. Примечательно тут то, что, несмотря на всю важность и грандиозность события, Вахо умудрился на него опоздать, из-за чего чуть не упустил шанс получить воровскую корону. Громкое дело о похищении Одним из интересов Бахыша Алиева как вора в законе, в свое время была московская оптовая база зелени, имевшая колоссальные ежемесячные прибыли. Из-за возможности возглавить контроль над денежными потоками, проходившими через этот объект, шла нешуточная война. Бахышу Алиеву в какой-то момент удалось обойти своих конкурентов и получить то, чего желали многие. Правда, его торжество оказалось недолгим. В 2005 году Вахо умудряется запятнать себя в одной неприятной истории. Все началось с похищения некоего Гюлаги Гусейнова, брата успешного столичного автодилера Фейзуле Гусейнова. Вместо того, чтобы заявлять в полицию, родственники похищенного обращаются к Алиеву и тот обещает сделать все возможное, чтобы вернуть пропавшего в семью. Однако за свои услуги он просит вознаграждения. Первую очередь для Вахи и членов его ОПГ, а также выплате равными частями достаточно крупной суммы денег. Все это преступник мотивирует и сдержками на проведение поисков. Однако оперативники, которые параллельно взялись за дело о похищении Гусейнова, заподозрили неладное в действиях Вахи. Они решили оснастить транспортные средства, находившиеся в пользовании законника, подслушивающей аппаратурой. В результате правоохранители узнали о том, что Бюлаги Гусейнова уже нет в живых, а организатором похищения являлся сам Алиев. 26 апреля 2006 года преступника арестовывают сотрудники московского ГУ МВД РФ по ЦФО. Однако единственное, что ему удается инкриминировать, часть третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. В рамках этой статьи Московский городской суд признает законника виновным и отправляет на три года в колонию общего режима. Но еще находясь под следствием в московском СИЗО номер 3 Пресни Алиев вступает в конфликт с молодым вором Вахтангом Хатиско Цей по кличке Вахо. Тот обвиняет законника в неворовском поведении, заручившись поддержкой еще одного авторитетного вора Георгия Кипиани, пускает последственному изолятору прогон о непризнании. Таким образом воровской статус Вахи был остановлен до рассмотрения его дела на ближайшей сходке. Война за региональный общак и оптовый рынок зелени 26 апреля 2009 года Бахыш Алиев выходит на свободу и, несмотря на запятнанную воровскую репутацию, тут же вливается в ряды сторонников деда Хасана. На то время война за право контроля денежных потоков на оптовом рынке зелени успела перейти в новую фазу, и патриарх российского воровского мира как никогда нуждался в новых союзниках. В свой черед Алиев стремится во что бы то ни стало восстановить пошатнувшийся авторитет. На этом пути он встречает достаточно мощное сопротивление в лице азербайджанца Ровшана Джаниева по кличке Равшан Ленкаранский, который успел подмять под себя пресловутую базу зелени и ряд овощных рынков Москвы. Поняв, что одержать верх над земляком так просто не удастся, Алиев заручается поддержкой Надиры Салифова по кличке Лоту Гули. Такой выбор союзника оказался достаточно удачным, со временем Равшан Джаниев сдал свои позиции. Хотя на это также повлиял ряд других факторов. В первую очередь, Ленкаранский подозревался в организации покушений на деда Хасана, скончавшегося в 2013 году. Из-за этого на него ополчились многие авторитетные воры. К тому же деятельностью Ровшана всерьез заинтересовались правоохранительные органы, причем не только в России, но и в Европе, а в одно время он даже попадает в списки Интерпола. Из-за всех навалившихся бет Равшан Джаниев не находит другого решения, кроме как податься в бега. Поняв, что Ленкаранский больше не способен оказывать должного сопротивления, Бах и Шалиев и Надир Салифов тут же принимаются за передел его империи. Салифов берет под свой контроль российский рынок. Там он участвует в переделе республиканского воровского общака. Дело в том, что в свое время деньги были сконцентрированы в руках Сергея Мамедова. Однако в конце 2011 года, после смерти этого законника, за его наследство стали бороться грузинские воры и, желая избавиться от конкурентов, Лот Угули начал действовать весьма предсказуемым, но в то же время единственным эффективным методом, он поручил своей правой руке Ильга Мугаджиеву нанять киллеров для физического устранения Али Гейдарова. Однако исполнить задачу законника наемным убийцам помешали оперативники, которые задержали их в Санкт-Петербурге вместе с оружием. Далее настал черед Бахыша Алиева. 7 апреля 2014 года криминальный авторитет в компании своего приятеля Миши Гагазузского решил отужинать в одесском ресторане «Вечерний Баку». Там к нему подошли четверо неизвестных и открыли огонь. В результате Ваха получил семь огнестрельных ранений, от которых скончался на месте. Его знакомый поймал две пули и тоже не смог выжить. По одной из версий, к расправе над Бахышем Алиевым причастен никто иной, как Лоту Гули. Основывается она на том, что, хотя криминальный авторитет на то время находился за решеткой, все же он сумел каким-то образом созвониться со своими людьми в Одессе, правда, предмет разговора доподлинно неизвестен. Вторая версия не исключает причастность к убийству Вахеровшина-Ленкаранского, который пытался восстановить свой авторитет в Украине. Точно можно сказать лишь то, что ныне Бахыш Мухтарович Алиев похоронен в столице Азербайджанской республики? Рома Краснодарский, Георгий Гурчиани, Гия Сван и Тимофей Копченин, Тимоха. При этом сходка воров проходила не где-нибудь, а в московских лужниках. Собрание это почтили своим присутствием многие авторитетные воры, Захарий Калашов, Шакро Курт, Мираб Джангвеладзе, Мираб Сухумский, Вахтанг Кардава, Вахо Сухумский, Юрий Пичугин, Пичуга, Джимал Никеладзе и еще несколько десятков законников. А возглавил все это действо патриарх российского воровского мира Аслан Усаян, известный под кличкой Дед Хасан. Примечательно тут то, что, несмотря на всю важность и грандиозность события, Вахо умудрился на него опоздать, из-за чего чуть не упустил шанс получить воровскую корону. Громкое дело о похищении Одним из интересов Бахыша Алиева как вора в законе, в свое время была московская оптовая база зелени, имевшая колоссальные ежемесячные прибыли. Из-за возможности возглавить контроль над денежными потоками, проходившими через этот объект, шла нешуточная война. Бахышу Алиеву в какой-то момент удалось обойти своих конкурентов и получить то, чего желали многие. Правда, его торжество оказалось недолгим. В 2005 году Вахо умудряется запятнать себя в одной неприятной истории. Все началось с похищения некоего Гюлаги Гусейнова, брата успешного столичного автодилера Фейзуля Гусейнова. Вместо того, чтобы заявлять в полицию, родственники похищенного обращаются к Алиеву и тот обещает сделать все возможное, чтобы вернуть пропавшего в семью. Однако за свои услуги он просит вознаграждения. Первую очередь для Вахи и членов его ОПГ, а также выплате равными частями достаточно крупной суммы денег. Все это преступник мотивирует и сдержками на проведение поисков. Однако оперативники, которые параллельно взялись за дело о похищении Гусейнова, заподозрили неладное в действиях Вахи. Они решили оснастить транспортные средства, находившиеся в пользовании законника, подслушивающей аппаратурой. В результате правоохранители узнали о том, что Бюлаги Гусейнова уже нет в живых, а организатором похищения являлся сам Алиев. 26 апреля 2006 года преступника арестовывают сотрудники московского ГУ МВД РФ по ЦФО. Однако единственное, что ему удается инкриминировать, часть третьей статьи 159 Уголовного кодекса РФ – мошенничество. В рамках этой статьи Московский городской суд признает законника виновным и отправляет на три года в колонию общего режима. Но еще находясь под следствием в московском СИЗО номер 3 Пресни Алиев вступает в конфликт с молодым вором Вахтангом Хатиско Цей по кличке Вахо. Тот обвиняет законника в неворовском поведении, заручившись поддержкой еще одного авторитетного вора Георгия Кипиани, пускает по следственному изолятору прогон о непризнании. Таким образом воровской статус Вахи был остановлен до рассмотрения его дела на ближайшей сходке. Война за региональный общак и оптовый рынок зелени 26 апреля 2009 года Бахыш Алиев выходит на свободу и, несмотря на запятнанную воровскую репутацию, тут же вливается в ряды сторонников деда Хасана. На то время война за право контроля денежных потоков на оптовом рынке зелени успела перейти в новую фазу, и патриарх российского воровского мира как никогда нуждался в новых союзниках. В свой черед Алиев стремится во что бы то ни стало восстановить пошатнувшийся авторитет. На этом пути он встречает достаточно мощное сопротивление в лице азербайджанца Ровшина Джаниева по кличке Равшан Ленкаранский, который успел подмять под себя пресловутую базу зелени и ряд овощных рынков Москвы. Поняв, что одержать верх над земляком так просто не удастся, Алиев заручается поддержкой Надиры Салифова по кличке Лотугули. Такой выбор союзника оказался достаточно удачным, со временем Ровшан Джаниев сдал свои позиции. Хотя на это также повлиял ряд других факторов. В первую очередь, Ленкаранский подозревался в организации покушений на деда Хасана, скончавшегося в 2013 году. Из-за этого на него ополчились многие авторитетные воры. К тому же деятельностью Ровшина всерьез заинтересовались правоохранительные органы. Причем не только в России, но и в Европе, а в одно время он даже попадает в списки Интерпола. Из-за всех навалившихся Бет Ровшан Джаниев не находит другого решения, кроме как податься в бега. Поняв, что Ленкаранский больше не способен оказывать должного сопротивления, Бахыш Алиев и Надир Салифов тут же принимаются за передел его империи. Салифов берет под свой контроль российский рынок. Там он участвует в переделе республиканского воровского общака. Дело в том, что в свое время деньги были сконцентрированы в руках Сергея Мамедова. Однако в конце 2011 года, после смерти этого законника, за его наследство стали бороться грузинские воры и, желая избавиться от конкурентов, Лоту Гули начал действовать весьма предсказуемым, но в то же время единственным эффективным методом, он поручил своей правой руке Ильга Мугаджиеву нанять киллеров для физического устранения Алиги и Дарова. Однако исполнить задачу законника наемным убийцам помешали оперативники, которые задержали их в Санкт-Петербурге вместе с оружием. Далее настал черед Бахыша Алиева. 7 апреля 2014 года криминальный авторитет в компании своего приятеля Миши Гагазузского решил отужинать в одесском ресторане «Вечерний Баку». Там к нему подошли четверо неизвестных и открыли огонь. В результате Ваха получил семь огнестрельных ранений, от которых скончался на месте. Его знакомый поймал две пули и тоже не смог выжить. По одной из версий, к расправе над Бахышем Алиевым причастен никто иной как Лоту Гули. Основывается она на том, что, хотя криминальный авторитет на то время находился за решеткой, все же он сумел каким-то образом созвониться со своими людьми в Одессе, правда, предмет разговора доподлинно неизвестен. Вторая версия не исключает причастность к убийству Вахеровшина Ленкаранского, который пытался восстановить свой авторитет в Украине. Точно можно сказать лишь то, что ныне Бахыш Мухтарович Алиев похоронен в столице Азербайджанской республики. Продолжение следует...